В Омске скорые не могут добраться до пациентов. С автомобилями экстренной службы случилось сразу несколько происшествий. На улице Богдана Хмельницкого внедорожник, проехавший на Красный Свет, столкнулся со скорой. Еще одна авария произошла на улице 10 лет октября. Тут скорую помощь тоже не пропустили. Виновник – водитель кроссовера. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Кроме того, на улице Дианова автомобиль с бригадой медиков, спешивших на вызов, не смог остановиться у нужного подъезда. Дорога оказалась заблокирована припаркованными автомобилями. Врачам часть пути пришлось преодолевать пешком. Водитель экипажа, возмущенный сложившейся ситуации, опубликовал в соцсетях фотографию. Медики говорят, проблема забитых подъездов к домам в Омске особенно актуальна для спальных районов. И сложнее всего ситуация в 10 и 12 микрорайонах, а также в прибрежном. Но это не единственное препятствие на пути врачей. Население очень плохо встречает скорую помощь. Как-то они вызовут и сидят и ждут. Даже домофоны не работают, вот это ограды. Ну и про дороги. Дороги подъездные очень плохие везде, особенно частный сектор. Там, где будет двухполосное движение, летом можно проехать. Сейчас это однополосное, то есть одна. И причем она такая, что там нечищенная. Кстати, в феврале в Госдуме будет рассмотрен законопроект об ужесточении наказания для автомобилистов, не пропускающих бригаду медиков. Уже предлагают лишать водительских прав на срок до двух лет, а штраф за отказ уступить дорогу автомобилю со спецсигналами увеличить в 60 раз с 500 рублей до 30 тысяч. Продолжение следует... Продолжение следует...